Вооружившись геймпадами, поклонники японской культуры переносятся в двух- и трехмерное пространство. Поединки с элементами рукопашного боя или файтинг родом из 80-х, но настоящую популярность на Южном Урале обрели 4 года назад. Вместе с юношами на виртуальную арену выходят и представительницы прекрасного пола. Наталья Янченкова в жизни муху не обидит, но в игре превращается в закоренелую фулиганку. Потому что здесь можно снять стресс, который накопился в обычной жизни. Мало того, можно побить соперника, девушку, мальчика в конце концов. Так что просто это нравится, адреналин выхлёстывается в жизни. Это здорово. Выход в виртуальное пространство файтеры находят в популярных приставках. Здесь знакомые с детства классика Sega и Dendy и более поздние Sony Playstation и Xbox. Кстати, система соревнований далеко не олимпийская. Три раунда и два финала. Ради победы большинство игроков зубрят комбинации клавиш, но специалисты утверждают, никакой теории. В бою главная быстрота реакции. Чем больше ты играешь, тем быстрее оттачивается скорость мозга именно. Вот когда ты думаешь в игре, что сделать, поначалу ты, а где эта кнопка, как её нажать? А где она? Я не знаю она. Провёл ты боёв 10, ты уже понимаешь интуитивно, где она была, как её нажать. Ты запомнил. Соответственно, действовать будешь быстрее. В качестве дисциплин файтинга популярны Mortal Kombat, Tekken, Guilty Gear и не только. 12 декабря лучшие файтеры города сразятся в масштабном турнире за новогодний кубок. Организаторы обещают собрать игроков со всей области. Дмитрий Щапов, Олег Салпанов, СТС Черябинск.